Симбирский лыжный марафон Симбирский лыжный марафон прошел в Ульяновске уже в седьмой раз подряд. С каждым годом состав претендентов на победу меняется. Но неизменным остается главное правило. На протяжении всей дистанции, будь то 30 или 50 километров, участникам разрешается использовать только одну пару лыж. Мы в одних условиях, но мы хоть чем-то можем уравнять спортсменов, так как кто-то может намазать 10 пару лыж, кто-то может намазать одну пару лыж. Да, тяжело. Как говорят наши тренера, кто меня тренировал, раньше бегали 70 на одной паре. Ничего страшного, были еще тяжелее условия. Более 300 участников в нескольких возрастных группах из Ульяновска, Пенза, Татарстана, Кировской, Самарской и Саратовской областей. Самым опытным признан 79-летний ульяновец Александр Бабушкин. На зависть многим молодым участникам он стартовал на дистанции 30 километров и успешно ее преодолел. В этой же дисциплине награды разыграли и женщины, причем многие дебютировали в лыжном марафоне. Один из таких новичков, мастер спорта России из Ульяновска Ольга Дмитриева и стала победительницей соревнований. Тяжко, конечно, 30 километров для меня бежать. Это длинная довольно-таки дистанция. Если считать до этого, я бегала только где-то 15, наверное, в пиатлоне в индивидуальной гонке. И все. Но главными действующими лицами гоночного ульяновска стали мужчины, которые бежали 50 километров. Новичков среди них также было немало. Однако с первого же метра дистанции спор за победу повели корифей лыжных марафонов. Претенденты на золото определились быстро. В лидеры еще до экватора дистанции вырвались ульяновец Алексей Брындин и опытный Александр Элекин из Татарстана, серебряный призер симбирского марафона прошлого года. Большую часть гонки они шли рядом. Однако после 40 километров Элекин создал себе отрыв и финишировал в гордом одиночестве. Его преимущество над ближайшим преследователем Алексеем Брындином составило около трех минут. Это первая победа Элекина в рамках лыжных марафонов в Ульяновске. В этом году гораздо легче, чем было, проще, чем в том году. Но соперники не те, что в том году. В том году были посильнее соперники. Еще одним героем 50-километрового марафона стал ульяновец Кирилл Пастухов. Он выиграл среди спортсменов не старше 18 лет. Это был его дебют на таких длинных лыжных дистанциях. Михаил Русашанский, новости ульянской правды. Русашанский, новости ульяновец Кирилл Пастухов